Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалом алейхм! На этой неделе в соответствии с еврейской традицией изучается недельная глава, которая называется Китиса. Это отрывок из Торы, из книги Исход, начиная с 30 главы 11 стиха и заканчивая 35 стихом 34 главы. В начале недельной главы мы видим с вами повеление Божие о переписи еврейского народа, со всеми деталями, как это должно происходить. Далее мы видим описание обряда помазания, после чего Господь напоминает о важности субботы для еврейского народа. Затем мы видим историю первых скрижалей, которые в результате идолопоклонства были разбиты и еврейский народ был наказан за этот грех. Затем мы с вами видим заступническую молитву Моисея, после чего Бог повелевает Маше вырубить новые скрижалии с заповедями на них. Также в нашем недельном разделе есть законы паломнических праздников, Песаха, Шаблот и Суккот, выкупа первенцев, первых плодов. В конце недельной главы мы видим, как Маше спускается к еврейскому народу уже с новыми скрижалями завета, а лицо его изменилось в результате общения с Богом. Вот такая недельная глава. Сегодня же у нас будет только небольшая часть, а именно 30 глава. Шмот, исход, 30 глава, 12 стих. «Когда будешь делать перепись сынов Израилева, пересчитывать их, то пусть при подсчете каждый даст выкуп Господу за свою душу, чтобы не было среди них мора при пересчете». Итак, Господь дает повеление Моисею сделать перепись еврейского народа. При этом исследователи обращают внимание на тот факт, что там, где в русском языке стоит слово «будешь делать», в еврейском написано «теса». Это слово, которое имеет гораздо более широкий спектр значения. Оно может означать «и поднимешь, и понесешь, и даже примешь на баланс», как сказал один из толкователей. Это слово также используется в тексте Танаха, когда Бог говорит с Эзекиелем. Он говорит ему о том, что он должен лежать голым перед еврейским народом, и написано «нести беззаконие народа Израиля». То есть здесь прослеживается идея ответственности Маше за еврейский народ. Более того, исследователи обращают внимание, что когда Бог говорит ему переписать сынов Израилева, в еврейском языке буквально стоят слова «эт рош бне Исраэль», что может быть буквально переведено как «головы сынов Израиля». Таким образом, по сути, Господь указывает Моисею еще раз на то, что ответственность его за еврейский народ велика. Еще один интересный момент в нашей недельной главе заключается в том, каким образом происходит перепись населения. Господь говорит о том, что люди должны принести по пол шекеля серебра. Слово, которое в русский переводится как «пол», на еврейском языке звучит «махацит». С древних времен толкователи обращали внимание на это слово. Ибо, если мы возьмем первую и последнюю букву этого слова, оно означает «мертвый». Если мы возьмем вторую и предпоследнюю, то оно означает «живой». А если мы обратим внимание на центральную букву этого слова, то это буква «цадик», что в переводе означает «праведник». При этом эта буква похожа на человека, который стоит на коленях и молится, если смотреть на нее визуально. При этом, разумеется, может возникнуть ощущение, я бы сказал, заблуждение, что за спасение души можно заплатить. Это происходит потому, что в слове используется слово «выкуп» – «кофер навшо», «кефер», «копора», «покрытие». От этого слова произошло название «крышки ковчега завета». Я не буду сейчас говорить об этом подробно, у меня есть уроки, посвященные искуплению, и я просто дам на них ссылку. Но я хочу сказать, что идея, что за спасение души можно заплатить, ошибочно. И вот почему. Мы с вами читаем исход 30 глава, 16 стих. «Возьми у сынов Израилева серебро выкупа и передай его на служение в шатре встречи. Пусть это будет напоминанием пред Господом о сынах Израилева, чтобы искупить ваши души». Итак, текст нам говорит о том, что эти деньги должны были быть направлены на служение в храме. При этом и в русском языке слово «служение» и «работа» являются очень близкими по смыслу. В еврейском же языке в этом тексте буквально используются однокоренные слова. Работа в храме – это обязанность всего еврейского народа, ибо весь народ является царями и священниками Богу Живому. При этом постоянно в храме трудились только потомки Аарона. Но это абсолютно не значит, что все остальные были устранены или удалены от того, что там происходило. И я сейчас говорю не только о личных пожертвованиях или жертвах, которые должны были быть принесены ежегодно или по случаю, как, например, жертва за грех. Речь идет о том, что в храме было огромное количество дел, которые требовали различных материалов. Если мы с вами читаем дальше в нашей главе, мы с вами видим, что упоминается и масло, и специи, которые нужны для служения в храме. А можем мы вспомнить еще и жертвы, которые должны были приноситься за весь еврейский народ, и дрова, которые нужны были для тех или иных жертв, и хлеба-предложения, которые должны были быть там, и так далее, и так далее, и так далее. Таким образом напрашивается идея. Подобно тому, как происходил выкуп первенцев, мы сегодня не будем об этом говорить, несмотря на то, что это находится в нашей недельной главе. Так вот, подобно выкупу первенцам, здесь происходит выкуп за весь еврейский народ. И, разумеется, возникает вопрос, было ли это одноразовое действие, или оно должно было быть регулярным? В книге Нееме, в 10 главе, мы с вами находим намек на то, что существовал некий храмовый налог, который совершался ежегодно. Но подробно об этом говорит Мишна, ибо она описывает, что ежегодно в месяц Адар, то есть в эти самые дни, в которых мы с вами сейчас и находимся, еврейский народ должен был приносить пол шекля серебра для служения в храме. Интересно, что месяц Адар, по сути, является последним месяцем ритуального года, ибо следующий месяц Авив, или Нисан, как мы его называем сегодня, является началом года. Таким образом, по сути, месяц Адар является концом налогового периода. Интересно, что в Мишне также описано и достаточно подробно, на что именно должны были быть израсходованы эти деньги. Таким образом, все это напоминает некий бюджет, который сверстался именно для этих средств. Интересно, что Мишна упоминает также и тот факт, что этому налогу нету места в том случае, если нету храма. Но оставим Мишну. Наверное, один из самых древних письменных источников, дошедших до наших дней, который говорит о храме монологии, является Новый Завет. Мы с вами читаем Евангелие от Матфея, 17 главу, 24 стих. Когда они пришли в Кварнахум, и к Кифе подошли люди, собиравшие по пол шекеля, и сказали, «А твой, Рэбби, плачет ли налог на храм?» В нашем переводе переводчик написал пол шекля. Разумеется, в греческом языке и во многих других переводах здесь стоит слово «Дидрахм». Почему же он написал пол шекеля? Дело в том, что Иосиф Флавий, человек, далекий от религии, являющийся светским исторником, подтверждает, что именно «Дидрахма» была в то время эквивалентом пол шекеля. А учитывая, что все это происходит в канун Песаха, то есть в этот самый месяц Адар, мы с вами понимаем, что речь идет именно о том самом налоге. Но вернемся к нашей недельной главе. Далее мы с вами видим перечень материалов, необходимых для омовения, помазания, воскурения. Все это очень важные вещи для храмового служения. Я не буду углубляться в детали, но хочу обратить ваше внимание на один интересный момент. Мы читаем книгу «Исход», 30 глава, 38 стих. «Тот, кто сделает подобное ему, чтобы обонять его запах, истребится из своего народа». Каждый из перечисленных выше элементов очень важен для служения храма, но всех их объединяет один очень интересный, хотя и странный запрет. А именно, Господь запрещает производить подобные действия вне пределов храма, вне целях служения ему. То есть получается, что есть вещи, которые можно делать в храме, и это нормально, и вне храма делать нельзя. Да, на это наложен запрет. А это все нас подводит к вопросу, а что еще существует в мире такого, что в одних случаях и в одних местах делать можно, а в других случаях и в других местах делать нельзя. Но сегодня мы уже отвечать на этот вопрос не будем. Это все, что я хотел сегодня вам рассказать про нашу недельную главу. Да благословит вас всех Господь. Бо чем еще, аминь. Аминь.